В одном из маленьких городских дворов на улице Восточной появилась большая проблема. Целая стая крыс не дает жителям покоя. Причем, как выяснил городской дозор, вредоносных соседей люди приручили сами. Как теперь избавиться, спросили у Юрия Шумкова. Эта контейнерная площадка и окружающие ее гаражи уже давно стали прибежищем для крыс. Грызунов развелось столько, возмущается жителей, что прохода от них не стало. Крысы, рассказывают жители, появились по вине сердобольных соседей. Те прикармливают птичек и собак, а заодно и грызунов. Но им хлебных крошек, видимо, уже не хватает. Хвостатые пошли в дом. А теперь у меня мышка появилась маленькая в комнате. В комнате уже? Да, на балконе. Там шоколадки лежали целые. И поели. А я не успела пальто-то раскрыть. Она выскочила, но я испугалась. Но она убежала, там где-то лежит. Еще страшнее коммерсантам. Чей офис в этом же доме. Говорят, крысы могут и клиентов распугать. Они уже облюбовали машины на парковке. Уезжая с работы вечером, крысы, подходя к машине, крысы разбегаются в разные стороны. Они залезают под днища, ползают по колесам, портят покрышки. Убегают в гараж. Ну, в принципе, ничего не боятся. Перегрызают провода, машины не могут завестись. И уехать домой люди тоже не могут. Из-за такого количества этих животных. Неподалеку есть еще и детский сад. И никто не гарантирует, что крысы в ближайшее время не отправятся туда. Свои опасения мы высказали работникам управляющей компании. Коммунальщики уверяют, ни одна жалоба жильцов не остается без ответа. Вот и с крысами обещают разобраться за две недели. Будет проведена вся дегазационная работа по вытравке крыс. То есть все это мы сделаем, все щели заделаем и вытравим. Перенести отсюда мусорную площадку, к сожалению, невозможно, добавляют в компании. Но после гератизации на ней установят новые евроконтейнеры. Со своей стороны еще раз призываем жителей, перестаньте подкармливать голубей и бездомных собак. Потому что иначе крысы снова сюда вернутся. Юрий Шумков, Геннадий Бахарев, Городской дозор.